Всем привет дорогие друзья, с вами канал RC Russian Sport и сегодня у нас будет распаковка двух посылочек, которые мне пришли из Китая Так, начнем мы вот с этой, она намного проще открывается Что же это у нас такое? Это у нас провода, силиконовые провода 16 АВГ По-моему, я заказывал полтора или два метра, или даже три метра, я точно не помню, но ссылочка будет в описании Вот такие вот провода, заказал я их наперед, для сборок других квадрокоптеров и прочего, чтобы они мне пригодились Естественно, черный и красный, хорошо Покетику прям в сторону Следующая посылочка, это регулятор фирмы MRFC, прошивка CMONG, Multicopter Professional Давайте же его откроем В комплект мы получаем сам регулятор, он достаточно маленький, на нем нет радиатора Но тем не менее, мне кажется, что он мало греется Здесь на брошюрочке у нас написано, что он 12 А, бэк на 1 А, 5 В И подключать сюда можно от 1С до 3С аккумуляторов То есть сюда можно спокойно подключить 1С аккумулятор и все у вас будет прекрасно работать Достаточно длинный сигнальный кабель Также в комплект мы получаем инструкцию, полностью на китайском И давайте же мы его найдем Вот, Simon 12 А И здесь написано, что он поддерживает от 2 до 3-х баночных аккумуляторов Очень странно, конечно, но давайте я вам это тоже покажу Итак, можете видеть, получается у нас третий в списке 12 А, максимальный 15 А и от 2 до 3 банок То есть на самом регулятор написано от 1 банки до 3, а здесь от 2 до 3, то есть очень интересно, да, у нас, кому верить не знаем Ну ничего, будем пробовать Ну что ж, по регулятору закончили Напоминаю, все ссылочки на все товары с сайта Алиэкспресс будут в описании Хочу сказать, что заказал я таких 2 регулятора Один я уже успел поставить на свой 250 квадрик И давайте же я расскажу, что случилось с данной 250-кой Почему мне пришлось заменить один регуль на тот, который мы сейчас с вами распаковали И почему же наша 250-ка теперь вот такая вот Один раз летая по FPE, я не справился с управлением и квадрокоптер врезался в дерево Ничего страшного с ним не произошло, максимум сломались винты, которые шли в комплекте Ну они, естественно, были плохие, потому что это действительно непрочные, самые дешевые винты Поменял я винты, все нормально сразу заработало и все было бы отлично Если бы не одно но, я когда поставил новые винты, решил взлететь немножко в комнате Повисеть на расстоянии там 10 см, все нормально работало, прекрасно Но в один прекрасный момент у меня отрубается один мотор Квадрик падает, благо не с большой высоты И из регулятора вот этого, то есть старого сгоревшего, палит дым Я сразу же бросаю ручку газа, вытаскиваю питание и сдуваю дым На этом все заканчивается Получилось так, что у меня один регуль сгорел Какая была проблема? Проблема была в том, что когда мы запускаем аппаратуру управления Подключаем питание и даем, например, 5% газ Да вообще не важно, сколько процентов мы видим газа У нас моторы начинают вращаться с этой скоростью И не держат эту скорость, а набирают обороты Регуляторы перенапрягаются, начинают очень сильно греться И из-за этого он, видимо, можно сказать, сгорел Об этом я не знал и поэтому такая фишка и случилась Я перепрошел полетный контроллер, данная штука пропала То есть все сразу стало на свои места Потом я дождался прихода нового регулятора и поставил его Собственно, вот такая вот история И сейчас я вам покажу все-таки этот регулятор Итак, вот этот старый сгоревший регулятор Сейчас я приближу Как можете видеть, у него сгорел левый верхний Вот этот вот контроллер, который в нем установлен И вот, собственно говоря, вот так он и сгорел Причем пахло сильно, валило дымом тоже нехило Поэтому, ребят, вот такая вот история, которая стряслась с 250-кой Я решил вам рассказать, что я вас предупреждаю Что если вы попали в краж Проверьте, работают ли моторы Проверьте, работает ли правильно вся система Чтобы все работало нормально, ничего не перекрывалось С вами был канал C-Russian Sport Уже на днях, скорее всего, завтра, подлезавтра Будет первая часть по сборке 450-го квадрика Подписывайтесь на канал, ставим лайки Всем хорошего настроения, удачных вам полетов, ребята Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok